В 1969 году группа советских ученых обнаружила странную аномальность в центре Сибири. Объект было приказано забрать и изучить. Для этой смертельной миссии было принято послать двух дурачков, доктора Онежка и доктора Гридина. Эти два дурачка играли в карандашики, размазывали еду по стенам и громко кричали. Ученые решили убить двух зайцев одной стрелой. Спонсировать экспедицию принялась компания 1xBet, потому что у них самые высокие ставки, самые большие выигрыши и, конечно же, быстрые выплаты. Мы нашли уникальные хроники того времени. Внимание! Все, что вы увидите дальше, абсолютно секретно. Блядь! Ебаный в рот! Всем привет, дорогие друзья! С вами Хузьма Гридин и Юлия Онежка. Мы вернулись с очень опасной операцией. Мы нашли крайне редкий артефакт на зоне. Сёр Стрёминг! Что такое Сёр Стрёминг? Ты в курсе? Ну, слышал. Сёр Стрёминг – это классическая шведская закуска. Сёр Стрёминг примечательен тем, что он невероятно воняет, потому что это селедка, причем стухшая селедка. Но говорят, что он невероятно вкусный. Но пиздецки вонючий! Из-за того, что Сёр Стрёминг – это тухлая селедка, как я понял, банка очень раздувается. Она даже может бабахнуть. Думаешь? Я думаю, да. Если вы вдруг будете пробовать Сёр Стрёминг, следует это делать в пакете, чтобы на всех оператор с дорогущей камерой, друзей, которые стоят сзади, не слишком распрыскалось. Камень, ножницы, бумаги. Раз, два, три. Сука! Так, братан, 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 ты его как-то... Да нормально. Слушай, браток. Браток, слушай, давай ты поаккуратнее будь. Ну, с Богом! Так, вошло. Вошло? Вошло. Вошло, братан. А-а-а! Блядь, сука! Сторвалась, да? Фу, блядь! Ой, блядь. Нормально. Ой, фу, блядь. Давай, дальше, да-да-дальше. Дай выдышаться, погоди. Я не был готов. Вообще, что-то напоминает. Не могу понять, что-то. Да-да-да-да-да-да. Салат, может быть, какой-нибудь. Я не знаю. Но не свежий явно салат. Вот эта блевотинка – это и есть Сёр Стрёминг. Самая вкусная его часть. Ну, нет, подожди. Это жижка, это еще. Ну, как? Давай быстрее, открывай. Я очень хочу попробовать. Если вы хотите Сёр Стрёминг купить, то готовьте выложить 2000 рублей. Где-то 3000 рублей. Да, еще на бензин, чтобы выехать из дома. Выглядит просто как самая мерзкая хуйня, которую только может быть. Ты есть, милая рыба. Начнем мы с тобой с пивасика. Да, на самом деле. Давай вместе. Ой, блятан. Ох, фу, нахуй. Кому вообще это в голову пришло дело? Я как будто хентай какой-то смотрю, ненормальный. Давай помоги мне там вилочкой. Спихни мне. Ага, ага, ага. Ебать. Держать. Это кишочки, наверное. Кишочки? Ну, давай пробовать. Пахнет не очень. Я как будто... Фу, блядь. Я как будто из талчка ем. Я не хочу, чтобы это на бороде осело. Бля, братан, как бы описать этот вкус, я даже не знаю. Как будто скисшее пиво, что ли. Ой, бля, кость приглотил длинный. Фу. А тут есть, типа, мясо, там, фирешка. Ну да, это же, типа, ну... А то я одни кости вижу. Что-то все стрёминга не так уж и много. Я вам скажу. Я вижу только кости и кожу. Может, нас наебали, братан? Может, это просто залежавшаяся селедка? И вот просто, ну и ты должен... Блядь, братан. Бля, но с пеной. Ой, фу, нахуй. Вот это я с пеной наебал. Давай-ка с пенкой наверни, братан. Я вижу только кости, я не вижу мясо. Братан, ну значит, кости, жри кости. Я не хочу жрать кости. Жри. Жри кости, блядь, жри. Жри кости. Он прямо обкладывает. Честно? Хуйня какая-то. Я ожидал, конечно, такой деликатес. Специфичный по запаху, но вкус, который тащит. Я, по крайней мере, ожидал мяса. Следующее, с чем едят Сёрд Стрёминг, это с аналогом кваса. Есть шведский квас. Я не помню, как он называется. Шнапс. Нет, не шнапс. Шнапс – это алкашка. Вот. По-другому называется квасик. Я купил наш. Русский ответ. Давай с кваском навернем, братишка. Давай. Может, намного лучше будет. Давай тебе кваску. А что будет в конце этот? Когда все смешивают. Ну, давай пробовать вместе с кваском. Я тоже, наверное, обладаю. Как будто, знаешь, мы едим клей. Давай, макнем с тобой вот сюда, прям внутрь, чтобы Сёрд Стрёминг-то душочек прям вот попробовать на вкус в маринаде. О, да, да, давай. Чёрт, макнемся, брат. Честно, похоже на побелку. Я вот говорю, на что-то химическое очень похоже. Ну, квас вкусный. Чё, как запашок? Пахнет или... Как от помойки пахнет? Она нормально уже. Да, слушай, я сижу такой, ну прям. Может, ну, конченые какие-то, которые запах нет, извлеча. Только сидел бы дальше. О, хороший кусочек выбрал. Это кишочек, наверное. О. Это хвостик. Это хвостик. Так, а чём мы ещё забиваем? Очень хорошо, что ты спросил меня об этом, брат. Молочко. О, бля. Да ладно, братан, я думаю, что нормально зайдёт. Что мы отравимся. Не, ну на это нужно 100 тысяч лайков поставить. О, какое белое. Хорошее молоко. Прям из коровки. Спасибо. И сисечек. Вот, смотри, хочешь мы, как леди-бродяга. Ладно, я взял себе кусочек, бери себе кусочек. Нет, давай вот так вот, начистое, с молочком. Начистое, без хлеба. Начистое, без хлеба, надо. Тут одни кости. Чувак, давай. Бля, братан, отрыжки эти, ты, фу, бля. И молочком, и молочком, и молочком, Юля. Как, не очень с молочком? Не очень. Молоко однозначно дизлайк. А ты запил молоком, да? Да, да, да. Ой, фу, бля. Не, нормально, я держусь, я держусь. Ну, я согласен с тобой, наебалово полное. Бля, нормально, я держусь. Бля, у меня какая-то странная отрыжка была. Квас, пиво и молоко вместе и серфстреминга. О, сейчас под конец пошло. Как будто очистка для ногтей, вот такая хуйня есть. Очень пахучая. На жидкость для снятия лака, смешанную с гнилой рыбой. Бля, братан, каждый раз, когда ты делаешь отрыжку, я хочу прям, вот, я представляю, что из тебя что-то еще выходит. Мясо становится. Что хочу сказать, мне попало на ранки немножко сачка серфстреминга, вот, и прям, знаете, вот, щипет, будто йодом обмазали всю руку. Меня не впечатлило. Пахуче? Пахуче. Вкусно? Ну, нет, не очень. А если из самой дырочки, вы понимаете, а че у меня? Нет. Слушай, из самой дырочки не так уж и плохо пахнет. Вообще, запашок вылетелись? Не-не-не, не делайте так. Ой, это не... Да ладно, мы классно пахнет. Дырочки нюхать не надо. Попить сможешь? Нет, попить не смогу. За сот. За 150. Вкус? Да, видеоблогерский делок. Даже вот на 10 градусов где-то вот. Слушай, а у меня даже вот так вот. А вообще, да, запашок. Ну, вот запашок вот-вот-вот такой вот. Вот, я думаю, хуже будет, а так вот такой вот. Ну, потому что к нему можно привыкнуть. Нет, конечно, может, мы такие крутые или такие, эти, такие маразоты, что нам запах этот не страшно. Ну, отрыжка идет все еще. Да, отрыжечка-то есть. Кстати, здесь я бы 500 рублей не дал, потому что очень мало мяса. Как я понял, все мясо растворилось, и все, что мы имеем, это кости, кожу и маленькие кусочки кишок. Немножко... Слушай, давай все-таки попробуем вылить, может, там будет мясо сейчас. Давай-давай. Нет, брат, там нет ничего. Как-то быстро адаптируешься к запаху? Да, 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 нормально, в принципе, сойдет. В общем, если у вас есть компания, есть человек, который, типа, купил этот серфстреминг, поугарать, типа, попробовать на компанию, тогда можно. Просто, чтобы похавать что-то вкусное, я бы не советовал. Не стоит того. Да, полная хуйня. На этом можно заканчивать, дорогие друзья. С вами был Кузьма Гридин. Юлия Онежка. Правильно, правильно. Юлия Онежка. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк под этим роликом. 100 тысяч лайков. И еще какую-нибудь хуйню найдем на народную, блядь. Которую там... И мы съедим гнилого мяса. Вот это тема, червивого. На этом все, до свидания. Бля, животы неприятные. Больновато даже. Даша, принеси вату пускай. Нет, принеси вату не вату. Редактор субтитров А.Семкин